Привет, друзья! Хотел с вами поделиться своим режимом, нашим режимом, который у нас есть при подготовке. Возможно, вам будет интересно, потому что все тренируются по-разному. Мы тренируемся таким образом. У нас четкий режим дня, установленный, которым мы следуем. В 6.45 просыпаемся 15 минут на разные процедуры, порочистить зубы, сходить в туалет и так далее. И 15 минут на приготовление еды. В 7.15 мы кушаем, готовим все сами, со своих продуктов, на которые покупаем, выбираем наилучшие. Самые красивые помидоры, самые красивые, образно говоря, огурцы. Первый завтрак у нас в 7.15. Обычно это какие-то фрукты различные. По возможности стараемся брать разные фрукты, постоянно обновлять их. И цвета разные, чтобы этих фруктов были и так далее. В 8.31 тренировка. В 10.00 у нас обед номер один. Обычно на обед у нас уже чуть посерьезнее какая-то каша присутствует, какая-то овсянка какая-то. В общем, различные каши. Но могут быть еще орехи и так далее. Такой средней по плотности, да. То есть нет там каких-то сухого и всего остального. Вообще сухого у нас вообще нет, по сути дела. Дальше у нас 12.30 тренировка. И в 14.00 у нас обед номер два. Здесь уже обязательно тоже есть салаты. Что тоже такое мясное, бобовое. В общем, разные забавления, чтобы обязательно белки были, белковые продукты. В 17.00 тренировка номер три. И в 19.00 у нас ужин. Последний ужин. На ужин обычно мы съедаем салат и какие-то рыбы, да. Стараемся рыбу есть. Ну, бывают какие-то изменения. В графике у нас там три дня одно, два дня другое и опять же два дня третье, да. Но мы так себе корректируем для того, чтобы было и комфортно, и приятно есть, и комфортно готовить, и все остальное. Это на начальном этапе у нас три тренировки. Дальше все это трансформируется в две, но уже более такие серьезные. То есть утренняя тренировка достаточно длинная, там полтора часа, да, час двадцать. И вечерняя тренировка более двух часов. Добавляем различные упражнения, там, на концентрацию и так далее. Потому что считаю, что это тоже надо тренировать. Многие не уделяют этого внимания. Я сам не уделял никогда, в принципе, этому внимания. Но сейчас заметил и у профи боксеров, кто выступал, тот часто делился таким мнением, что где-то там потерял концентрацию, потерял фокус из-за усталости, еще каких-то вещей. Не доделал работу, либо сделал не так, как хотелось. В общем, вот это вот считаю, что тоже нужно важным фактором, который, в принципе, дает где-то возможности и взрываться, и вырывать концовки, и не терять фокусы в плане выполнения нужных заданий, которые там говорит тренер, да, или там план на бой. Ну, в общем, различного плана все это тоже должно быть. То есть у нас три раза в день тренировки на первом этапе, и четыре раза в день у нас прием пищи. Забыл сказать, еще дневной сон у нас есть с 15 на 0 до 16.30 у нас дневной сон. То есть час, час тридцать стараемся отдыхать. То есть это, я считаю, очень важно, тоже дневной сон. И по сну вообще в целом у нас так, в 21.20.15 откладываем телефоны, уже телефонов нет. В 21.45 выключается свет, и желательно в 22.00 уже спать. То есть 9 часов мы спим ночью, и плюс днем еще там полтора часа досыпаем. Вот, считаю, это тоже нормально, потому что спортсмены должны выдерживать большую нагрузку, и, соответственно, надо не забывать, что надо восстанавливаться. Вот такой режим, надеюсь, вам будет полезно. Не получилось очень коротко, но как есть, как есть. На связи.